если вам интересен мой влог интересен мой youtube канал и вообще интересно то что происходит в мире армрестлинга как тренироваться и все обязательно подписываемся на мой канал на моем канале ждет вас очень много контента по поводу армрестлинга итак ребятки сейчас утро 7 утра я наколотил себе бца туда же кинул пилотин сейчас выпью это потом сделаю себе коллаген выпьем покушаем выпьем рыбий жир витаминчики что там еще ритмокор начал пить таблетки для сердца там витамины специальные для сердечной мышцы вот и буду ехать на тренировочку сегодня покажу вам свою тренировку и как я делаю такие упражнения так что смотрю 7 утра соседи в шоке это короче короче это мой супер-пупер коктейль в нем 1250 кг король и 50 грамм протеина короче это вместо овсяночки сегодня будет плюс йогурт вот такое по-грецки плюс туда добавил эти фрукты че 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 и плюс семена че отдельно добавил и творожный творожное желе желе это коллагенчик коллаген для наших суставов очень хорош сейчас кушаем будем выезжать спина как камень по ширине одинаково кофеечек зерна очень вкусный кофе настраиваемся на тренировочку пьем кофе это тяжелый процесс настроиться на продуктивную тренировочку чтобы показать всю свою силу поэтому минутка получение делаю бы сашечки от фирмы олимп лица эксплоуд каждую тренировочку клювы вкусненькие ананасовый возвращаться сейчас разминочка там начинаем тренировку сегодня будем тренировать бок значит все свои показатели я записываю постоянно на таком бланке у меня есть все фиксирую постоянно и вам это рекомендую делать так как у меня остаются они с каждой подготовки я смотрю какие у меня веса идут на межсезонье какие перед соревнованиями я могу по этим записям сравнить какой же я сейчас форме перенося на блочный тренажер на веса которые я тяну значит у меня по инвентарю сейчас я пользуюсь инвентарем Мазуренко 50% упражнений я делаю с этим инвентарем он подходит для определенных упражнений весь остальной инвентарь у меня свой значит это все я собрал получается за я не знаю за последние лет 7 здесь есть обычные рукоятки самодельные этим всем я довольствовался до прошлого года пока не приобрел себе вот эти все новые ручки это одна из таких моих ручек которые я использую на низ также сама подверг работаю с ней вот в принципе использую вообще это моя любимая рукоятка на тренировку кисти с нижнего блока деревянный все по-простому и начинаем разминочку разогреваемся делаем обязательно гиперэкстензию считаю гиперэкстензию одно из таких неотъемлемых упражнений для армрестлера так как все наше движение начинается с спины то есть движение спиной оттягиваем корпус чуть назад и в сторону это та же самая гиперэкстензия которую мы можем делать по сторонам я сейчас уже не делаю ее особо с большим весом спина у меня у меня так сказать укрепилась уже давно поэтому я просто и разминаю так секретный тренажер секрет на секрет если у кого-то будет возможность иметь стол с платформой под низом так как на соревнованиях то всегда сделайте преимущество взять такой стол а не без платформы потому что стол просто-напросто ездит куда хочешь когда тренируешься вот поэтому если будет платформа ты просто на не устаешь и все и стол никуда не будете вас не придется так как я использую дополнительное отягощение для того чтобы этот стул укрепить значит так как у нас тренировка бока сегодня у меня есть какая рукоятка я обычно ее использую для этого упражнения встаем натягиваем делаем опускание сейчас разминаемся делаю это с верхнего блока обычная рукоятка если у кого есть естественно тренажер боковой нажим который к столу крепится мы делаем упражнение это конечно будет намного лучшее эффективнее у меня нет этого тренажера поэтому я использую только есть как маленький ребенок с игрушками поменял я ручку убрал короче поставил чуть толще хватом чтобы было потому что вообще очень тонкий добавил вес делаем следующий подход делаю я обычно 14 12 10 8 может быть 6 повторений это как раз у меня такая вхожу в хорошую форму дальше будет по повторениям 12 10 8 6 наверное 4 или даже 10 8 6 4 чтобы работать на силу в первый разогревающее естественно потом уже сильнее грузимся вот так не забываем пить воду на тренировке так ребятки на тренировке я использую обычно в некоторых упражнениях перчатки обязательно у меня хорошие кожаные перчатки которые дают мне возможность работать с лямками намного эффективнее чем я мог бы работать без них так как лямки с большим весом постоянно раздирают кожу это одно то что я использую я еще использую кистевики обычно это в жимах каких-то упражнениях для того чтобы кистевики они не делают вашу кисть слабее они просто напросто когда вы заматываете их держит сустав чтобы он не выходил со своего естественного положения и нагрузка не шла куда-то в непонятное положение поэтому кистевики использовать можно и это не сделает вашу кисть слабее также я еще использую в тренировках как бы это не было необычно капу капу я использую из-за того что при большой нагрузке в статических положениях я очень сильно сжимаю зубы никак не могу отучить себя от этого а у меня три передних зуба не моих и они крошатся можно увидеть если если сильно сжимаем можно короче чтобы зубы не портались но это уже использую на предельных весах вот так итак на блоке 10 плиток это 105 кг сегодня у меня так сказать не тяжелая тренировка восстанавливающая можно так сказать поэтому эту неделю я буду тренироваться не с большими весами еще один подход сделаю с этим или может добавлю килограммчик и это упражнение закончим на блоке в воде мы 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 как это есть несколько в в все в Бок с лямкой сверху. Не списуй. Всем нужно отделаться. Раньше я всегда брал хватом обычным. Работал с лямкой. То есть делал боковые ножи и упражнения. Сейчас я этот хват поменял. То, что я делаю, одеваю через внутреннюю и через наружную часть. Получается вот такой хват. Тем самым оно тянет как бы и на нижнюю часть, и на верхнюю часть. И создает такое, как бы, как контроль. Человеческая рука контролирует и право, и лево. И пронатр, и супинатор включает. Сейчас сделаю два подхода здесь. И перейдем к следующему упражнению. В следующем упражнении я использую вот эту деревянную рукоятку. Почему мы не используем вот эту рукоятку? Потому что здесь угол сужается. А нам надо, чтобы было широко. Чтобы у нас здесь лямки были по сторонам, а не посредине. Потому что, когда мы выполняем упражнение с натяжкой на себя, нагрузка пропадает снизу. А если мы делаем с такой, то у нас нагрузка и снизу есть, и сверху. Как бы, мы не натягиваем. Вот. Поэтому, использую в этом упражнении эту рукоятку. Значит, берусь пониже. Поднатягиваю. Подкручиваю чуть-чуть. Поднатягиваю. Чуть-чуть поднаклоняюсь. И как бы, через верх. Как ты делаешь? Как ты делаешь? И так. У меня в сентябре будет Arm Fight. В рамках ТОП-8. Будет в Киеве проходить второй этап. Точнее, какой второй? Первый этап. ТОП-8. Будет бороться Ливан Сагинашвили с Дейбом Чайфи. Вот. И там, так сказать, на разогреве. Буду выступать я. Буду бороться с Георгием из Израиля. Восходящая звезда Израиля. Считается одним из самых сильных, короче, спортиков в Израиле. Получается, он выигрывал просто за столом в борьбе в Деван Аларата. В Скулборе. Ну и еще в некоторых там именитых армрестлеров, скажем так, можно сказать, не особо напрягаюсь, конечно. Вот. Он весит 115 килограмм, как я знаю. У него очень большая ладонь. Поэтому мне нужно тренироваться с толстыми рукоятками. И второе. Нужно укреплять хорошо свои пальцы. Так как он очень, так сказать, хорошо стартует, продавливает боком. И у него верховая и боковая борьба. Очень сильная. Крюку, я думаю, он не очень сильный. Хотя, есть некоторые видео, в которых он довольно хорошие веса. Подымает и делает на бок. Поэтому готовимся на него. Будем бороться рядом с 108. Крюки, крюки, крюки. Какой бывает. Так что нужно стараться аккуратно. Хорошо. Еще два подхода. Закончим это упражнение. 45 на панду. Если бы оно еще было настолько сильное, насколько оно большое. Остается вот такой, как мы делали. Верхний ругой. Вперед. Делаем. Стяжку. Хорошо. Хорошо. Если подходит к этому, чтобы был второй, третий. Еще один. Хорошее упражнение. И грудь работает очень сильно. И подтягиваем лучом. И продавливаем боком. Боковое движение. Очень хорошо тренируется плечо. Стараемся аккуратно делать это упражнение. Так как, если плечо не подготовлено, можно его травмировать. Поэтому очень осторожно. на левую вето чуть меньше поставим. Пока я гружу сильнее правую. Нету смысла левую перегружать. Я все равно на нее пока не буду выступать. На этих стрелях. Уже, думаю, со следующего года полноценно пойдет выступление. Она уже начинает силы набирать. Но пока ставим. Ставим вставки только на правую. В целях стать лучшим армрестером в мире. Поэтому для этого нужно выиграть у всех самых лучших. Даже у Ливана? Даже у Ливана. Кстати, у меня цель это Ливан. И я буду к ней идти. И пока я не сдамся. Я, так сказать, не проиграл. Поэтому посмотрите туда. Там надпись Ливан. Да. Короче, дело в том, что это... Не то, что я прям, типа, хочу у него выиграть. Это просто надпись к тому, что это вес, с которым он работает. Это вес, который он делает на луч, на пальце. То есть я должен к этому весу дойти. Я оставлю себе заметки там. Те веса, которые считаются в мире армрестлинга очень большими. Перед этим там была надпись Петренко. Да. Короче, и этот рубеж я прошел. Так. И поставил новую цель. Поэтому идем к Ливану медленно и уверенно. Выигрываем злотый тур в плюс весовой категории. Попадаем в топ 8. И боремся с лучшими в мире армрестлерами. Вот такая цель. Я думаю, только такие цели надо ставить. Делаем упражнение. Это у нас статика. На бок. То есть с резинкой. Изначально я делаю напряжение около 8 секунд. Удерживаю на процентов 65-70. А потом делаю максимальное напряжение где-то на 3-5 секунд. Таких приблизительно будет 4 подхода у меня. Вот. Это упражнение можно делать за столом. Можно делать не за столом. Я в основном делаю за столом. Сегодня решил сделать возле шведской стенки. Вот так. Хорошо. И у меня будет таких 4 подхода. Еще 3. Вот. Так что используем. Используем в тренировках. Это все. Я, конечно, вам буду стараться показывать все упражнения, которые я делаю. Некоторые упражнения, так сказать, я делаю специфически для себя. И, возможно, некоторые упражнения... Не все упражнения, так сказать, я раскрываю. Я показываю. Есть обязательно у каждого спортсмена какие-то свои фишечки, которые он сохраняет для себя, для специально, чтобы, так сказать, соперники это не проховали. Но! Я делюсь 99% упражнений и информацией, которые я использую. Если вам интересен мой влог, интересен мой YouTube канал и вообще интересно то, что происходит в мире армрестлинга, как тренироваться и все, обязательно подписываемся на мой канал. На моем канале ждет вас очень много контента по поводу армрестлинга. Я буду постоянно улучшаться, делать лучшие упражнения, тренировки, питание и так далее. Так что, обязательно подписываемся, если вам нравится армрестлинг. Хорошо. Еще два. Короче, знаю точно, что если после тренировки делать растяжку, тянуть ваши сухожилия, ваши мышцы, ваше восстановление намного будет быстрее и ваши возможности поднимать тяжелые веса тоже улучшатся, так как ваша мышца не будет зажатой, она будет эластичной и готова к нагрузке, так как зажатая мышца не может работать в полной амплитуде, так как она не работает так, как нужно. Поэтому я стараюсь себя заставлять после каждой тренировки делать растяжку. Но это далеко не получается делать постоянно. Поэтому два-три раза в неделю я делаю эти упражнения. Я растягиваю пальцы. Это первое. Просто-напросто проводим. Ставим и тянем пальцы. Растягиваем. Фаланты. Значит, на кулаках стою. На протяжении 10 секунд. Растягиваю кисти. Ложу так. И тоже тяну 10-15 секунд. Обратный. Вот. Растягиваем. Вот это. Потом можно поворачивать внутрь. Так еще тяжелее растягивать. То есть это мы растягиваем предплечье. Предплечье, кисть, пальцы. Вот. Так же очень хорошо растягиваем трицепс. Это мы ложим руку за голову. И тянем за локоть. Так буквально секунд 30-40 нужно держать, чтобы потянулись. Потянулись мышцы трицепса и другую руку тоже. Значит, ну и бицепс. В основном я растягиваю уже стоя. Значит, мы подходим к чему-то. Здесь тянется грудная. Но мы локоть вставляем, да. И у нас растягивается бицепс. То есть если мы будем проворачивать сильнее, у нас будет тянуться грудная. Это тоже хорошо. И плечо. Ну а так мы растягиваем бицепс. Вот. И так же с самым другой рукой. Эти упражнения, казалось бы, вы потратите на них 10 минут. Но они очень много дадут вам. Можно еще растягиваться стоя. Так, 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 так. Все это мы и тянем наши мышцы предплечья. У нас предплечье, если я не ошибаюсь, 52 связки и сухожилия. Да, то есть и микромышц очень много. Каждая мышца, которая отвечает за пальцы. То есть и это будет прям максимально эффективно, если они будут тянуться и будут эластичны. Все. А я вам расскажу. Так, ребятки. Тренировка закончилась. Оп. Носочки. Бьем в душик. Смотрим мой канал. И подписываемся обязательно. Все. Всем обязательно тренироваться, придерживаться правильного питания и ставить самые большие цели. Все. Пока. А если ты скажешь? Неплохо. Высокая. 116,9. Я чувствую, что я могу набрать еще, блядь, кила два с половиной три. Но Катюха, ты не разрешил. Ты в рубашку не влезешь, Светиана. У меня скоро, блядь, свадьба. С кем? С тобой, Ветер. Это может быть без рубашки. Я не буду набрать вес. Бо то, что я не влезу в костюм, блядь, свадебный. Я уже не влезу. Поэтому не надо слыть воду. Чтобы бицепс влез. Все было хорошо. Я поставлю это после титров. Волейбол. Я профессиональный волейболист. Волейболист. Отписка, отписка. Я на всех видео серьезный. Потому что я продаю серьезный контент. Если вы хотите, чтобы я гнав беса. И общался по-глобински. Я закину номер карты. Чем больше денег будет, тем больше вероятность. Тем больше Глобина. Буду сам собой. Тем больше будет Глобина. Ладно. Тем больше будет правильного контента. Глобина. 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 attempting. Тем бюне.